Плесень, она не питомец, кактус-питомец, черепашки-питомцы, улиточки, рыбки-питомцы. Плесень не питомец. Так, ну что, погнали дальше. Запись идет, как раз для тех всех миллионов отсутствующих людей, которые просто включили трансляцию, типа они подключились к уроку и ушли. Как-то немного обидно. Ну хорошо, хоть вы здесь, пацаны. Так, чатик. Плесень-питомец, если ты ее специально разводишь, там чашки-петри какой-нибудь. Десять назад снимал квартиру. Хорошая была квартира, по недорогой цене. Открыл санузел, а там, короче, из трубы запятан такой шкафчик. А там открываешь, и там плесень была такая волосатая, прям вот реально пушистая такая, короче, труба была. Жесть, было очень страшно. Но я ее на тот момент, когда я открыл этот шкафчик, уже снял. И пришлось выжигать натурально, вот для начала огнеметом. То есть я брал баллончик с дезодорантом каким-нибудь и сжигал, а потом соскребал, и там было, в общем, жутко. Вот. Поэтому не успела развиться. Так, ну мы вернемся к нашему ковид-трекеру. Итак. Ковид-трекер. Я успел забыть, чем мы занимались. Так, мы занимались. А, нам нужно было все это отобразить. Погнали. Короче, влог мы записали, и теперь нужно все это здесь нарисовать. Погнали. Flat. Data.mat. И делать оно следующее. Так. И... Это будет... Будем возвращать... Зачем нам эти штучки, да? Будем возвращать текст. И в тексте мы будем писать... Как там это все называлось? Называлось это все... Так. DateValue и Confirmed. Confirmed. Ну что, смотрим. А, ну конечно, undefined, да. Мы же это все, если JSON не равно ну. А иначе... Flat.Data. У нас будет просто массивный даже можно покрасивше записать. Вот так. Так. Погнали. Undefined is not an object. Уже неплохо. Но что-то все-таки пошло не так. Наверное, не хватает фигурных скобочек. Еще там была какая-то желтая неприятная надпись про то, что нужно ключи уникальные использовать. Наверное, это тоже. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ммм, смотрите-ка. Все получилось. Кроме того, что эта ерунда у нас не скроллится. Ну что ж, давайте ее поскролим. Как будем скроллить? С помощью ScrollView. У нас есть ScrollView. Мы сюда докидываем. И теперь эта вся штряка будет скроллиться. Смотрите-ка, я ее вставил, и она сама сюда добавилась. В экспорт как удобно. Это что не так? Тифайер загрустил. И... Еее... Скроллинг. Тут есть такой тонкий момент. ScrollView примечателен тем, что он рендерит в такой весе сразу. То есть все-все-все его элементы. Если вдруг вы собираетесь данные подгруживать динамически, или у вас список офигительно длинный, или бесконечный, то ScrollView использовать нельзя. Ну ладно, не нельзя, а не надо. Потому что тормозить будет жутко. Реакт и так не супербыстрая штука, но... Со ScrollView-шками это будет прям жесть-жесть. Поэтому пацаны собрались и изобрели FlatView. А, нет, FlatList. FlatList это такая крутая штука, которая... Как бы список, но она ленивый список. Сейчас рассмотрим. FlatList. У него не внутрь строятся компоненты, встраиваются, а он их строит сам. Как это выглядит? Мы берем и даем ему данные. Типа чувак, твои данные. Вот. Основание этих данных... Войс тогда убираем точки запятой. Он будет как-то их рендерить. О, нет, слушайте. Давайте прежде, чем мы... Сейчас мы сюда вернемся. Тут же был важный ворнинг. Смотрите. Который там сейчас понадобится. То есть мы такие шмякаем. Какие скобки. Сейчас, ладно, вернемся. У нас тут был ворнинг, что должен быть уникальный ключ. Это так и есть. Поэтому хорошей практикой будет вот сюда писать уникальный ключ. В нашем случае это date... Блин, как он назывался? DateValue. Он же уникальный будет? Вроде бы уникальный. DateValue. Или можно GUID-ыгенерить. Вот во FlatView примерно то же самое. То есть сейчас к этому вернемся. Данные пихаем сюда в FlatData. RenderItem. Это метод, который... Чижин там нам давал-то, по-моему, ItemIndex. А здесь нужно еще фигурная скобочка. Могу, да, рисовать было. Да, ItemIndex. И вот здесь мы, короче, должны возвращать вот, например, наш текст, который... Вроде должно работать. Следующий важный параметр это кейс так. Как он для каждого айтема будет ключ извлекать. Так, вроде бы это должно работать. То есть наш мэп мы убираем с нашего спорта и оставляем в FlatData. Смотрим, как это живет. Погнали. Фигурный вокруг FlatData. Что, думаешь, не надо? Сейчас уберем, посмотрим. Смотрим. И примерно тот же самый эффект, но если успели заметить, то он рендерился медленно, так сначала. Сейчас добавим текстов. Так, давай заодно вопрос. Посмотрим, как это заработает без FlatData. Тут нам все подчеркивают и говорят, что, типа, должен быть или expression, или квотит. Типа, вот почему фигурные скобки. потому что либо мы его в кавычки возьмем, либо это должен быть expression, а expression без фигурных скобок не expression. Так, ладно, возвращаемся вот сюда. Здесь у нас будет индекс. Так, индекс. Confirm это что, нелегитимно, да, получается? Хорошо. Индекс. Индекс. Confirm it. Date value. Вроде бы безупречно. Смотрим. Обратите внимание, как медленно все это будет сейчас заполняться. То есть он такой, хотя зум, наверное, такой онч-понч-понч-понч-поньк. Такой потихонечку. И оно рендерится, в общем, по мере прокрутки вниз. То есть если бы у нас был список бесконечный, то оно бы строилось и строилось, и строилось, и строилось, и не жрало бы память больше, чем следует. А если мы сделаем это list view, то это все такое прям хренакс и залпом прорендерится. В общем, надо смотреть. List view, конечно, попроще. Так, у нас есть наши параметры Confirm it, чуваков. Мы умеем получать данные. Ну и в целом выглядит как почти победа нашей сборной. Ну, в зуме понятно. Там зум показывает, показывает, что он показывает. Зум показывает. Зум слайд-шоу показывает. Бывает. Так, ну смотрите, половина ковид-трекера уже написана. Давайте теперь добавим прибабахов. А, кстати, про прибабахи. Flatview еще заботится о том, чтобы были сепараторы. То есть вот тут у него много разных футных параметров. Ну вот, давайте остановимся на сепараторах. Это item-separator-component. В общем, такая штука, которая отдает нам, как мы это будем сепарировать. Попустим, сделаем какую-нибудь вьюху. пайл-сепаратор. Ну и ладушки. И осталось добавить стайл-сепаратор. Интересно, вот может быть есть какой-то из коробки сепаратор. Вот обратимся к нашему чудесному сайту separator. Ну это вот оно, короче, item-separator-component. Неплохо. Может быть, это divider называется. Хотя, может быть, тут, кстати, есть какой-нибудь example хороший. И да. Крен тебе, в общем. Ладно, может быть, divider. Как это еще может называться? Нетушки. Короче, делайте сепараторы руками. Ну ладно. Что у нас тут должно быть? Высота, пара пикселей, background color. Там есть либо для divider. Либо для divider, либо есть, да. Сейчас мы перейдем к ливам, когда будем делать навигацию, чтобы еще раз поскучать по платтеру. Так. Что тут у нас получилось? Смотрим. Глядите-ка. Ну, немного выглядит ублюдочно, но, короче, вот сепаратор. Туда же можно написать... Кстати, что туда можно написать, интересно. нам же туда индекс не передают, да? Так, где там это была справка? Мы же только что ее читали. Item сепаратор компонент. Компонент Function. А вот две пробы. Leading Item и Highlighted. Ну, короче, Leading Item это неплохо. То есть, нам, в принципе, дают возможность понять, после какого у нас item идет сепаратор и на его основе мы можем типа менять внешний вид этого сепаратора. Давайте попробуем. Leading Item Item Item. Так. И еще не так. 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 не парсится expected кавычка итак у нас получается сепаратор и здесь мы напишем если у нас например больше сепаратор нулю но 0 иначе не не наоборот нужно иначе там будет что угодно похоже но скорее всего нам что угодно похоже на 0 это нужно потому что по моему там стринг 0 они число ну вот а нет смотри-ка помогло да действительно короче это не совсем то что я хотел ну да ладно в принципе понятно то есть вот таким макаром можно определять где нарисовать сепаратор а не перерисовать сепаратор так ладно погнали дальше как бы нам наворотить наш офигенный трекер еще так андрей нам рекомендует посмотреть на чуваков которые написали на гитхабе дивайдер отлично прикольно надо что-нибудь туда ставить импорт дивайдер давай попробуем что бы и нет да что это такое вдруг надо сначала либо установить вдруг она у меня уже есть react-native охренство да либо установить не хочу сейчас будем устанавливать другую либо а эту захватим паровозом и так уже почти до рендерилось на чем остается ага так вот мы сделали наш трекер теперь будем делать навигацию помните на флаттере мы делали навигацию чтобы можно было короче путешествовать туда-сюда как делать навигацию на реакте тоже хочется путешествовать туда-сюда и не сильно заморачиваться за рукопашным этим всем идем на нашу отправную точку react-native.dev и вбиваем сюда navigation navigating between screens react navigation нам сюда тут же говорят да пожалуйста вот накидывайте всяких короче лип этим и займемся я там наш пауэршелл делаем раз ставим react-native navigation stack из коробки теперь про вот что мы собственно делаем то есть мы ставим либо react navigation так что это такое есть стек навигация есть там так навигация есть другие способы навигации стек это когда у нас есть главный экран и остальные экраны как бы наслаиваются с него сверху и можно уходить с них назад ну соответственно там навигация табами это когда у нас табы как в браузере есть еще навигация комода когда короче выезжает такая панелька там ящички и есть еще всякие разные другие навигации много настолько много что где-то здесь была ссылка прямо на отдельный сайт про react навигацию ладно хрен стиль не помню где эта ссылка она короче навигации есть сверху чик 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 диагнатив навигации вот этот вот нет это на гитхаб нас ведет там был прям короче на отдельный сайт часто дожди он назывался как-то типа react navigation . work или что навигации react navigation react navigation . work то так и назывался короче настолько увлекательная штука что прям вот пацаны сделали свой отдельный сайт про react navigation и очень много всякой классной документации начинается например на также там в некоторых местах прям слово в слово и она вся про ту же самую либо которую мы сейчас ставим поставилась поставилась вернемся к нашему библии следующий тут нам пишут что если вы делаете проект под экспо то дипа пишите сюда а если вы приобретете то нпм что такое экспо я вот это не упомянул но вот наверно просто экспо это взяли пацаны и сделали специальную либо которая здорово упрощает работу с реактом накладывая некоторые ограничения то есть если в реактнете все таки да приходится нативно программировать порой то экспо она прям короче чуть ли не запрещает можно ну в общем короче штука дает такую инфраструктуру в которой программировать на реакте особенно мвп приложения это то есть минимум велью а точно короче до минимум велью продакт короче вот на экспо их делать приятнее чем на реакте вина и ладно мы что тут проходим хардкор поэтому мы будем писать вот это вот короче став дипенденции говорит тут вот есть пачка дипенденции ну и они короче ставятся и затем все собственно можно будет программировать вернемся к этому сайту про react navigation если эту панельку можно куда-нибудь тащить одно другого другого хренове место ладно пусть будет здесь так это у нас divider вот целый сайт про навигацию где-то здесь было были варианты навигации ладно короче навигация осуществляется по маршрутам грубо говоря у нас есть разные экраны и есть маршруты переходов по ним то есть мы идем с одного до второго до третьего и так далее случае если у нас вот стек то мы по этому маршруту можем еще возвращаться обратно случае если табы ну соответственно там просто перещелкиваемся если ящик этот комод то тоже доставилась там доставилась отлично вот у нас есть наши новые либо мы поставили и вот тут сюрприз то есть так как мы поставили новые либо то у нас все сразу превратилась в тыкву и нам нужно наш проект перезагружать соответственно останавливаем его что кстати здесь их не видать сами не погрузились что ли вот давайте попробуем сделать вид как будто мы этого не заметили возвращаемся к инструкции и она такая пишет что вот вперед первее чем все что на свете вы сделали напишите импорт короче react native gesture handle вперед всего там чуть ли не вот windows.js короче пишите ладно мы настолько хардкорда страдать не будем мы напишем это все наш апп.js апп.js ты знаешь хороший вопрос ну вот здесь прям буквально писать чтобы завершить инсталляшку на самый самый верх короче и make sure что ничего свебе перед ним нет вообще на самый первый файл тип от индекс.js ну или апп.js я не пробовал писать его другие места но полагаю что если написать в другие места что-нибудь пойдет не так просто доверился разработчик поэтому вот сюда мы его написали теперь так он видосик дорендерился просто выглядит какой-то какой-то баг это такой вверх караунд это выглядит не баг а вверх караунд но в целом короче в программировании оно все выглядит как большой вверх караунд и так как в программировании вот просочилась в мобилке то теперь вот такое мобилки тоже не святые конечно но драматичнее вверх караунды чем вебе еще поискать так дальше что на нам пишет инструкция положите в корень navigation контейнер а ну вытащите короче navigation контейнер из ряд navigation найти где там пошли вход нам понадобится ряд navigation контейнер давайте прежде чем мы это все сделаем сделаем следующий вход конем вот наш офигительный мега tracker удащим в отдельный компонент в отдельный модуль почему я потом расскажу сначала чтобы он нам не мешался с нашей навигации потому что навигацию нужно будет делать отдельно итак заводим новый файл пусть это будет рэкер и соответственно здесь нам не нужен будет уже вот эта компания так типа теперь влезает в одну строчку хэдер мы тоже бахнули уже жалко такой хэдер пропадает так причесали возвращаемся вообще с здесь мы бахаем все что нам не нужно ставил и пока оставим вдруг пригодятся и наш компонент возвращаем его собственно к рендеру будет нам возвращать ничего не будет возвращать и так нам нужен навигей шин компонент и самый общий корень нашего приложения мы оборачиваем этот самый навигей шин компонент означает что все что ниже него будет за навигировано так сказать следующее что нужно сделать это создать собственно стек компонентов от уникам контейнер нас интересует навигей шин контейнер будет содержать нас экраны экраны должны содержаться в навигатор они делаются из навигатор это такая штука которая тоже импортирует сделаем стек импортируем create стек навигатор например создаем этот самый стек навигатор и у нас этот стек создан и теперь наконец-то мы переходим к волшебству создаем стек навигатор соответственно все что будет внутри стек навигатора будет стекаться сделаем пару экранов у экрана обязательно должно быть имя давайте сделаем типа имя для начала и компонент пусть будет а и b сделаем такими фонарными компонентами например анальными функция нас будет а которая вернет нам что-то вернет и соответственно функция b как бы функция она у нас не просто а функциональный компонент сада смотрим что получилось ни черта не получилось потому что вебсокет не валит а вебсокет не валит потому что мы закрыли нашу nbm короче нужно все заново перезапускать погнали ран android здесь тоже все останавливаем и запускаем заново сейчас он там про куба турец она и разумно то есть ход reload он работает как пока мы не подгружаем какие-то там новые крупные либо как только мы подгрузили крупную либо нам нужно соответственно пересобрать андроид положение но есть айосом точно так же работает чтобы эти либо загрузились и затем уход reload работает только на перезагрузку джаваскриптов что довольно дешево потому что сбросить состояние приложения на начальное легко и просто поэтому вот такие дела сейчас это все заведется пока нам андрей пишет что отпилили от react native это ты про экспо пишешь что его отпилили ты кстати когда работал работал в экспо или работал на нативном я сначала сел на экспо потом оказалось что в экспо нельзя писать на нативе а мне вообще там было все на нативе написать а если тебе все нужно было писать на нативе зачем ты вообще за react native сел ну типа там короче нужно написать для react native такую типа оболочечку над другой фигней и туда другая фигня на себя такая нативная а react native он такой весь react понятно ну да в общем экспо он для mvp прям хорошо для чего-то такого более сложного или вот с нативщиной он плохо там вроде как то можно в экспо еще кстати по моему можно смотреть как это выглядит на айфоне без мака да там из таких прям удобных фич если хочется посмотреть как на айфоне но мака нет айфона нет не знаю хакин тоже ставить не хочется экспо там можно как-то выиграть какой-то экспо то ли турбокс то ли чё то и там вроде бы как будет кусок с react native работает через какие-то жуткие костыли непонятно да ну смысле тут все работает через жуткие костыли но она как бы работает это уже неплохо там наслаивается совсем жутким так у нас тем временем вот даже fail to install build failed как-то тут что-то все пошло не так поскольку мы поставили этих штук ладно подождем пока у нас как-то обидно всего лишь ли поставили и сразу типа он где твой android девелопер environment ну ладно короче пока расскажу про стеки то есть что мы хотим достичь вот этим вот кодом следующего то есть мы запустимся на экране который лежит в самом самом низу из него сможем переходить на экран повыше а кстати не сможем уже типа не напрограммировали ничего что нам поможет но хорошо что у нас теперь под рено должен завестись и мы обязательно программируем так install finished install finished ну так как начнет типа запуститься ага хорошо я не вижу собственно никакого сервака ладно еще разок run android может быть теперь он ему станет получше я запускаю обычно сервер отдельно а как ты его запускаешь отдельно npx react native start ну ладно сейчас если не сработает попробуем запустить сервер отдельно просто вот эта команда react native run android она должна ну по идее просто запускать android на работе мне удалось настроить так что это все работает а вот дома что-то ну вот упорно не заводится по причине того что говорит убедись что у тебя android environment настроен но он у меня настроенный кучу раз убеждался ну у меня вот run android без сервера такой сейчас запущу сервер и не запускается ну у меня видишь такой типа сейчас запущу сервер такой запустил такой раз все упало но сервер остался в живых поэтому тут не угадаешь ну а ну а ну а ну а ну а такой ура а нет вот пошла жара и зарумянилась ну какого-то надежного результата не видно но хотя бы не упали так что тут у нас text screen верните текст а давай мы положим 1 в объеху какой-нибудь что заполонить свой экран с background хотя поймем 1 ground вот оба что не так давайте разбираться там можно петли допустим flex да это же как бы стиль то есть ну давай оформим способом который точно работал кстати да точно что обернуть еще раз не расслышал фигурные скобки одни их нужны две а точно фигурная скобка на выполнить экспресс на другая но давайте сделаем слой ну как то это все опять не работает да он лодилась да так ладно вернемся способом который еще работаем так и ну казалось что с тобой не так ничего не ожило и нужно проверить что хотя бы уже не отработать напишем был не ожило наше приложение не ожило это отстой она но не ожило совершенно точно так мы же открываем правильный солюшин дайм вид трекер android все ништяк может быть у того можно релот как-нибудь давайте сделаем close потому что я не вижу наших лип есть моего пахни больше ставили какие-то либо что они не поставили стак запускаем актер вак работает и не ругается само приложение получается может не поставилось там же что-то падало приран android у меня падало тут постоянно то есть никогда не запускалась даже если мы отмотаем там вот на самый верх где мы самый раз что-то запускали где тут она была ниша вайс вот он где-то тут мы делали ран android все упало вот он типа где мой пожалуйста environment все упало все упало все упало все упало но по факту это не помешало его работать не хотелось бы где чтобы здесь было также так стал финиш что смотри вау я бэйби прекрасную победы нашей сборной так было было с нами возвращаемся к нашему навигатору красота смотрите что у нас есть у нас есть большой заголовок а это типа вот наш экран и маленькая а это мы тут написали давайте сделаем еще переход баттон а это с б он пресс лейшин навигировать выводим в ты молодец правильно потому что она у нас пришла через и ну вот короче что у нас тут происходит navigation контейнер означает что все внутри будет от навигации стек навигатор обозначает тип навигации мы переходим на первый экран а вот он и при нажатии на b мы такие короче пошли в экран b вот и мы такие вернулись из экрана b у нас есть тоже там набор опций усложним кстати андрей может быть ты знаешь название цветов где брать так вроде называешь цвета который которых уверен хочется какой-нибудь типа там светло-голубой и вот здесь мы такие пишем типа navigate в б смотрите что у нас происходит пошли в б мы в б еще раз пошли в б ничего не происходит то есть мы в нем и остаемся то есть грубо говоря если мы говорим типа навигируйся в другую штуку в такой же экран в котором мы находимся то он такой мы уже и так на этом экране зачем но мы можем сделать push это же у нас так и тогда произойдет все совсем другое мы пошли в б а из б мы пошли в еще один б и в еще один б и в еще и этих экранов б у нас будет вагон и мы такие из них уже обратно выходим один не знаю как вам заметно или нет но вот тут вот есть такая легенькая анимация то есть это дефолт и анимация на зависит от платформы айфоне там будет выглядеть другой переход но она в принципе можно программировать чтобы анимация переходов между экранами была своя соответственно если мы из б захотим идти обратно мы можем и попрямо указать типа пошли в а и мы таки из него уйдем либо бэк это же самый эффект то есть стрелочка либо что верно для стек у нас же стек такие дела конечно это не единственный способ навигации давайте допустим еще там рассмотрим ах ты ж блин мы не надо еще поставить блин ну ладно и давайте ставить где там у нас наш чудесный сайт про навигации и так а вот так навигаешь и ставим так навигаешь и все остальные предреквизиты мы уже ставили остальные предреквизиты ставили сейчас нам нужно будет опять все это перезапускать блин 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 так закрываем android студия не студия по проект эмуляторе ему закрываем сервер должен вроде наверное так сдохнуть закроем его греха подальше и поспробуем комбинировать навигации то есть чтобы у нас была стек а вот на одной из страничек были табы в целом ну вот здесь есть ассортимент навигации можете заметить то есть вот на этот ассоциация к ой смысле навигация комодом и затем всячески прям уже сложные при бабахе типа вот там гиплинкинг это там мгновенный телепорт нужную вещь по маршруту и так далее всяческие украшения анимации чтобы там через водоворот у вас например короче по осуществлялись переходы между экранами и так далее но это слишком сложно это нужно там для всяких разных красивостей наверняка этим можно поиграться будет когда кто захочет так учетом у нас поставилась как ты там сервер запускаешь npx реакт на тив 100 задумался вообще наш сел пружине поставить если либо обновились ну вот приложение сейчас запускаем но что-то прям такое стоит на месте значит не работает в удивительная вещь да так настал с аксайс фили финиш было что-то как-то было это старомодно мы же уже все поменяли какой там клин или типа того сделаем пока мэйк пока у нас висит npx что он нет совсем о нет смотри-ка то его жмякнуть control c и он сразу зарумянился давай все-таки жмякнем ран android и ладно дождемся мэйк от android студии потом сделать ран android и глядишь у нас все зарумянится и больше лип ставить не будем сегодня ну их нафиг надо было паровозом дивайдер поставить ну вообще по длинухом работает нормально типа я пишу там npm install но сразу поставилась пишу следующем ран android все сразу работает и все классно не так долго ждать не надо да под маком тоже хорошо работает но мы на винде винда не друг линуксом и маком так грейдл закончился мэйк закончился хорошо погнали андроид здесь тоже сделаем ран для порядка так уже неплохо теперь ждем сервак сервак не торопится запускаться подождем еще некоторое время а потом будем паниковать ну ладно расскажу тогда подробнее про домашку еще раз которая будет вот это прокалит трекер то есть программа минимум будет следующее нужно брать данные джейсона о россии и рисовать столбики переключаясь по разным экраном то есть в одном варианте нужно будет соответственно зараженные мертвые и отдельно хочу строчку которой вот не хватает сколько активных страны кстати наверное хорошо бы еще сделать какой-то попадающий список чтобы можно было менять страну активно это что такое ну типа вот это зараженные минус выздоровевшие то есть кто еще болеет там не было такого пункта ну в этой не было да поэтому надо будет поискать до столбиков есть либо или нужно нам ручками иди выставлять в юшке паники не имею если найдешь либо и сделаешь столбики через либо окей это будет засчитанным предполагать все-таки в юшке пихать ну это как бы к план то есть наверняка кто-нибудь написал либо там типа для диаграмм я ее не искал то есть они совершенно точно есть их есть много и не разбирался на в юшках это можно сделать и в принципе не сложно то есть мы сейчас еще за остаток пары если эта штука до минус мертвые правильно паша если это штука сейчас даст нам еще немного поработать не в этой жизни мы освоим короче на в юшках столбики это вроде не очень сложно если вдруг ты подключишь либо окей столбики на липах тоже катят фух ну кажется все таки заводится ну такое чартки то обидно где-то насчет android студия чартки то стильно модно молодежно молодежно стильно модно ну смотри ка там графоний да выглядит приятно ну давай чертки там почему бы нет юшками тем не менее мы все равно сейчас пройдем ура фух наконец-то так у нас опять все зарумянилось и теперь будем комбинировать переходы об навигатор и вот он так делаем навигатор и допустим в б у нас будет у нас будет навигация табами делаем таб навигаторе мы будем делать еще экраны примерно так же они будут вести на экран c и д д д д д и конечно не нужна не нужна а и 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 пошли в б вот мы в б а ни хрена у нас не перезагрузилась что такое create-tap-навигатор ноты-функшн что с тобой не так bottom-tap-навигатор вот в чем секрет create-tap-навигатора где он ее искал вообще can't find variable давайте еще раз перезагрузим потому что почему бы нет вот теперь загрузилась всего каких-то три попытки и все такое прям ух реактный этих go to b и смотрите к и вот мы находимся в большом так сказать экран менеджер и можем уходить обратно свое любимое а внутри б у нас под вкладочки они конечно выглядят блевотненько cd но хорошо что там можно написать в стилях всякой пурги и они будут выглядеть хорошо но этом работу мы оставим верстальщикам и людям с чудесным художественным вкусом а пока что глядите к типа комбинация переходов по экранам ну и там дальше бывают всякие сложные линке также допустим если мы не хотим делать вкладки у нас тут может быть свойства типа navigation . navigate и куда navigate кстати давайте-ка сделаем знаете чё мы такие не в б за навигируемся отсюда а в д интересно да как это будет он такой об а д уже тебя в компетенции другого навигатора идите в пень что да это относится к другому маршруту вот у нас есть наш навигатор стека он что-то знает про а и b а д это уже не его зона ответственности так сказать так ну что теперь мы умеем ходить по экранам туда-сюда чего нам не хватает горизонтальных столбиков без этих ваших новомодных react native черт китов вау как круто сразу захотелось техных графиков порисовать она платная search sign up sign in не знаю но выглядит так круто что наверное она могла бы быть и платный try on a try on rank it это типа попробовать обожаю когда крутые чуваки делают крутые штуки на халяву ладно возвращаемся к нашему приложению contribution это типа на программируй туда они баблишкой итак наш трекер убираем все эти ненастоящие экраны зачем они нам с табами мы познакомились что нам нужно нам наверно нужны а бы дали стек все-таки знаете короче телом там и стек нам не понадобится пока что у нас только один он нам на домашке и и этого будет достаточно а что такое импортировать правильно и не импортируешься а вот короче не только control . помада гайд но и control пробел спасибо итак у нас не травкер а трекер все одна таба с одним начальным экраном вот он у нас теперь попробуем получить столбики на чем-то мы в нем остановились но по моему списке который сам себя строит я же жмякнул ага хорошо теперь то же самое будем делать со столбиками но для начала для простоты вернемся к нашему листве от лист пока убираем убираем жда убираем и пусть у нас будет здесь наш лист и у огни лист его скрою 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 называется импортировали бета нет все таки лист его не скрою господи где так по-моему это все таки было скрою они листью скрою до листью это не так нам нужен был скрою и эта штука это скрою листью это что-то другое еще не так вот лист не хватит и на варит так и вот здесь мы будем рисовать наши столбики столбики мы будем рисовать с помощью столбиков собственно вьюшечек вьюшечки у нас будут выглядеть как и здесь пайл 10 На 10. Background color еще нужен. Black. Звучит неплохо. Правильно? Кроме того, что это выглядит некрасиво, считается, что кабака, проблем не видно. Смотрим, что получилось. Вот у нас огромное количество столбиков, выстроенных по вертикали, а должны быть по горизонтали. Это не беда, потому что у scrollU есть параметр горизонтально. Вроде бы можно писать не горизонтал равно true, а прям вот так. Типа, потому что если мы так напишем, то оно само по себе уже будет true. Сейчас проверим, насколько это правда. Так, опять я ключ забыл писать. Ладно. О, шикарно! Теперь у нас scroll по горизонтали. Наши столбики расположены прям как надо. Осталось теперь менять их высоту. Менять их высоту будем... Интересно, прокатит? Unexpected токен. Так, может быть, вот это работает? Вроде работает. И... Спокойно. Только что же были столбики, но они все были одинаковые высоты. А, правильно, они же по нулевым. Вот столбики, смотри, что ты. Вот они. Просто наши тут нулевые были показатели в начале года. А теперь... И количество людей, которые померло, возросло. Как раз количество... Можно купить неудачный перселяр. Ну, такое, да. Можно заметить экспоненциальный рост. Зато очень наглядненько. Я вот думаю, случайность или не случайность, что высоты умерших как раз хватило на размер экрана телевизора у телефона. Confirming, посмотрим. Нет. Это была случайность. Короче, осталось только скейлить, собственно, столбики. Наверное, рисовать их не сверху вниз, а снизу вверх. Как-то отделять друг от дружки, да. Может, тут есть падинг какой-нибудь. Падинг. Один. Моржин левт. Один. Левт. Ребит ужасно, но вроде идея понятна. Вот они, наши столбики, уходящие куда-то в потолок. Это если вам лениво ставить вон ту, получается, либо, которую Андрей нашел, то вот можно делать столбики таким образом. Осталось только их проскрылить. Ну и дальше. Ну, собственно, все получается, да? Численные показатели, переходы, навигация. Да. Так, ну, вот. Пожалуй, на этом наше знакомство с React Native можно закончить. Вот что-то мы управились даже быстрее, чем я ожидал. Видите, не такой уж и сложный этот React Native. Главное дождаться, пока все проинсталируется и не заглючит. Ну, так. Вот. Так. Тогда давайте сделаем перерыв до... Так, у нас, получается, пара еще 9 минут осталась. Давайте уйдем с нее пораньше. Сделаем перерыв до 13.30. И на следующей паре мы, наверное, начнем... Давайте замарин. Да, пропустим, короче, движок, который корону я хотел сделать. Потому что, конечно, корона – это злободневный движок в наше-то время. Но, наверное, лучше оставить побольше времени на Unreal Engine. Он сейчас набирает обороты, и там кресты, и, возможно, за три пары Unreal Engine освоить так себе идея. И на Unity раскидаем еще. Поэтому план такой. Корону мы пропустим. Вот. Наверное. Может быть, оставим ее на сладкое, если вдруг будет скучно под конец семестра. Пройдем за Марин, чтобы уже закрыть тему мобильных приложений. Сегодня напишем Hello World. И затем попрограммируем на Unity 3D. Короны нет под Linux. Да, я помню. Забота. Вот. Замарин-то есть под Linux? Вроде был. Ну, вот. Потом Unity. Unity – это такое PHP в мире геймдева. То есть, даже если вам не нравится, все равно надо обязательно знать. Ну, и Unreal под конец. Там кресты, блупринты, и придется запотеть, чтобы его освоить. Ну, да ничего. Короче, вот. Ладно. Я прерываю трансляцию, чтобы она записалась на комп. И жду всех через типа 15 минут писать Hello World на Замарине. Так, у нас уже 9. Глядите, было 5. Нормально. Привет, пацаны. Ну, и пока на 15 минут. Аминь. Аминь.